Субтитры создавал DimaTorzok С 8-го года, 12 января в 5 утра, напротив Жуковской мэрии и здания ЦАКИ, административного корпуса, в такси, в котором я ехала, влетела машина, закрутившаяся и вылетевшая на встречную полосу. В результате я получила сотрясение мозга, перелом правой кисти и порезать лица стеклом. Была опасность проникновения, крошки стеклянные в легкие. Это не диагностируется методами, которые доступны в нашей медицине в больнице, поэтому ситуация такая очень приятная. Как все проходило? В момент удара, то есть после удара, я потеряла сознание и после этого очень быстро выскочила из машины, увидела, что водитель лежит, мне казалось, что без сознания, и мне показалось, что надо его вытаскивать и спасать, потому что машина может взорваться на всякий случай. Машина, которая въехала в нас, отскочила метров на 30 вперед, и оттуда люди очень медленно выходили, поэтому вызывать скорую и ГАИ пришлось мне. Я видела, пока вызывала, пока описывала ситуацию по телефону, я все это рассматривала и видела, кто выходил, как выходил. После того, как приехала ГАИ и скорая, мы находились с водителем уже в машине скорой помощи некоторое время, и в дверь скорой помощи стали рваться люди, которые ехали в машине виновной, и вталкивать какого-то молодого человека, которого не было на момент происшествия там. И такими пьяными голосами очень назойливо сильно кричать, что вот это он виновный, вот он водитель, посмотрите, вот это он виновный. Очень. И я тогда не все, конечно, поняла, правильно до конца, что происходит, ну, даже бросалась в глаза, что происходит, естественно. Короче, в протокол ГАИ внесло не того водителя, который был реально за рулем, а подвезенного на место аварии охранника кафе, управляющего которым был реально за рулем. То есть я в протоколе, подписывая, написала это свое мнение, зафиксировала при своей подписи, что водитель был старше 45, ниже среднего роста, с нероским типом лица, с сединой в волосах. По протоколу водителем был зафиксирован молодой человек за 66 лет, крепкого телосложения из деревни Калишева, охранник русский. По моим показаниям никаких следственных мероприятий здесь не производилось. Я пришла все-таки в суд, хотя суд откладывался за неявкой виновного вот этого уже даже молодого человека. Раза два, в конце концов суд откладывался, и суд был возбужден, административное дело по представлению ГАИ, поскольку вещи средней тяжести от меня и на суде я тоже подтвердила свои показания. Ну а куда деваться, так сказать, я... Мне никто ни о чем не предупреждал, никто ни о чем не просил, и, в общем-то, почему я должна брать под присягой в суде. После этого меня начали травить. Ну, возможно, я ищу свое мнение, вот это было причиной... И еще таким толчком было то, что я эту же историю там кратко повторила на форуме городском. Меня начали травить. Сначала какие-то молодые люди за спиной какие-то гадости говорили, но я к этому спокойно относилась, потому что по жизни много чего видела. Не так просто это меня этим достать. Тогда первая такая явная была акция, это на фестивале, фестиваль музыкальный нашествие, куда я выезжала в группы своих бывших учеников, выпускников, просто в качестве, не как руководить группой, просто приглашенного, можно сказать, лица, потому что мне и билет туда подарили, выпускник. Я интересовалась муниципальной культурой, молодежной, в том числе и роком. Ну, роком не очень, молодежная культура, конечно, больше моего полезного. Так вот, на этом фестивале люди, подъехавшие позже нас, поставили палатку прямо-таки на распорке моей палатки, хотя рядом была огромная поляна, которую мы, собственно, оставили на своих ожидаемых товарищей. Поставили рядом, вплотнула. И имитировав, что они не знают, что я в палатке, начали обсуждать. Обсуждали они такую вещь, очень громко, чтобы я слышала. Они обсуждали, как они меня сдадут, наколов наркотиком в толпе, подсунув, значит, спальник, в который уже подсыпали наркоты, и сдадут меня в качестве наркодилера. Они обсуждали очень цинично, после какой песни, после какой группы. Говорили, ну, раз уж мы сюда приехали на халяву, ну, давайте я уж хочу посмотреть вот этих вот там, давайте уж хотя бы после этих сделаем это дело. Меня, конечно, это удивило и испугало. Испугало, реально. Испугало то, что когда я начала посылать смс-ки мужу и еще там знакомым, они начали их цитировать из соседней палатки. То есть читать дословно и комментировать. Поэтому я решила все-таки предупредить своих товарищей, которые там были. Они мне, конечно, не поверили. Почему? Потому что это было очень абсурдно. Я и наркотики. Потому что я у них сигареты последние отбирала всеми силами. Это было даже там, в глазах этих спамеров каких-то, не знаю. Но, тем не менее, ситуация не смешная, потому что толпа там, кто был, тот знает какая. И ждать можно чего угодно. Поэтому я решила как-то не подставлять. Да, и они говорили о том, что меня зовут как наркотилера, а всех вот этих ребят, которые в этой же группе со мной, в качестве продавцов распространить. Ну, поэтому я решила все-таки оттуда как-то эту ситуацию немножечко, хоть как, обращение в милицию. Я обращалась, знаете, куда? Сначала в милицию, потом в пресс-центр к журналистам. Но никаких эффективных таких шагов не было ответных. Никого не занисовали те люди. И поэтому я решила, что надо хотя бы отвезти, знаете, как-то там птица, везде, которые нападают, да, вводят за собой. Вот я решила уехать, но я проинструктировался ребят, оставшихся. Я им строго-настрого попросила не брать, не подбирать то, что им подкинут. И если даже их с чем-то, вот, что-то там придут в палатке, на них кого-то там накравят. Ну, то есть, как себя вести в этой ситуации? Надо четко описывать ситуацию, что мы уходили на концерты и так далее. Вот. Ожидала какой-то провокации на обратной дороге. То есть, ну, всячески их предупреждала об этом. Им действительно подкинули спальник. Спальник был мой. Ну, как у меня был не один спальник, я покупала много всех туристического снаряжения в семье было. Все это потрясается. Вот. Ну, вот из числа одного из моих спальников новых, которых я для кого-то там, кто-то брал для себя, вот этот спальник, он как-то пропал вначале, действительно. А потом, в конце, когда они стали собирать вещи, он вдруг появился. Ну, вот, ребята мудро поступили, поскольку я сказала... Они мне перезвонили, сказали, вот есть ваш... Тут спальник появился, наш, который ваш. Вот. Я говорю, нет, не берите. Вы же предупреждали, что не берите. Нет, не берите. Они не взяли. Вернулись оттуда, меня стали преследовать. Ну, скажем, я ходила на улицу, за мной ходил какой-то человек, не русской внешностью, как правило, как-то эскарбайтер. Вот. Я специально проверялся, я схожу к дороге, резко разворачиваюсь, иду обратно, он стоит в растерянстве, не знает, что он дальше идет. Какого-то низкого уровня, видимо, какие-то будут сопровождающие. Вот еще, на тот момент. Ну, и вот так постепенно, постепенно, видимо, стали обрабатывать. Я, конечно, сразу же это поняла. И в какой-то момент я вдруг услышала, что какие-то голоса прорываются через компьютер. Как будто вот идет какой-то стороной компьютера. Никто не верит, кажется, там никто ничего не слышит. А я слышу, я разбираю речь. Который идет именно со стороны динамика, ну, даже не динамика. Может быть, может быть, с каких-то, там, кулера, там, может быть, под шум кулера какой-то разговор. Голоса вполне различимые, там, мужские, женские, плену тембра. Даже какие-то слова длинные слышны. Компьютер включен. Компьютер включен, да. Вот, полностью меня убедило то, что, когда я перешла со стационарного компьютера Большого на ноутбук, голоса остались, но они поменяли немножко тембру. Ровно частота, насколько вот собственная частота резонера изменилась, и они стали там чуть как-то выше, чуть... Ну, то есть вот ровно как, скажем, шум от компьютера отличается от шума. Но только вот примерно так же они модифицировались, но остались те же самые глаза. И таким образом постепенно, ну, вот, то есть очень трудно было поверить, что действительно происходит. Родные и близкие, конечно, там, ну, понятно, что их, по-моему, очень усиленно обрабатывают на предмет того, чтобы они не верили. Мы направляли их в сторону того, чтобы сдать меня в психиатрическую больницу. Меня подталкивали ко всяким истерикам, к приставкам. Ну, то есть вот провоцировали на какие-то эмоции бурные, неадекватные, и на поступки какие-то неадекватные тоже провоцировали. И вот характерно, чтобы воздействие было физическое, воздействие было, ну, так, разного плана. Очень долго я, шесть с половиной лет, нахожусь в Падыске, поэтому все-таки на мне не перепробовали. Это было, например, сдавили на сердце резко, показывали, как они могли сделать, там, вот, инфаркт. Ну, я еще припишу, что в этот период как раз у моего отца очень странный инсульт случился. И когда я находилась с ним, в метро слежу было голоса. Я не боюсь об этом говорить, потому что это, надо об этом говорить, если не я, то кто. Это действительно, так сказать, стараются закамуфлировать под психиатрические, всякие психические заболевания, но надо все-таки понимать, что не боятся об этом говорить. Да, есть такая технология, которая позволяет использовать нейроны в качестве резонатора, в качестве электрической цепи, на которой внешнее электромагнитное поле порождает индукционные какие-то токи и таким образом и снимают колебания наших нейронов и заставляют колебаться, так как внешнее поле прикажет. Вот. И, в общем-то, вот эти голоса, видимо, оказались, им показались самым действенным оружием против меня, потому что я человек, в принципе, физически, ну, несмотря на всю мою, может быть, внешнюю какой-то слабость, достаточно сильно оказалась. Ну, то есть, женщина трижды рожавшая, знает, что такое боль. В третьих родах мне уже было просто, я не кричала только потому, что мне было уже стыдно кричать. Вот. То есть, человек, который может, понимаешь, что такое боль, умеет ее сдерживать. И, видно, вот эти все физические эксперименты не очень дали эффект, они сделали упор на слова. На слова были такого плана. Они могли всю ночь, например, рассказывать о синичных деталях у грязных, как насилуют мою дочь. Пятеро мужиков каких-то, хачи, лесу, там и так далее. Причем детали были такого плана, как будто они рассматривают мужчину и женщину, они обсуждают. И женщина говорит вот примерно такое, ой, как жалко-то, что же, она еще жива там, она еще дышит, да? А, а это что такое торчит? Это рука или нога? Во что он ее завернул? В какую-то где-то бережку? Ой, куда это они отвезли? Это лес, что ли, какой-то, или что? Вот в такой вот, как жалко-то, как жалко-то. Может, она еще жива, может, еще может спасти. Вот таким образом мне, матери, при этом они еще параллельно использовали воздействие чисто физическое на нервы, на, просто на организм, на... Что это? Лучи? Как это ощущение? Удары? Волна какая-то? Воздействие может быть такое, либо вот такая, очень популярная, начинает трясти, вот, как вибрация внутренняя. Вибрация, причем я заметила, когда сидишь на мягком, вот, как будто вот вся эта масса, с которой тело сливается, она становится резонатором, и вот, собственно, вот этой всей массой еще больше тебя вибрирует. В итоге я, ну, на всякий случай, тем, кому это ведется, стелите на пол туристический коврик и спите там. Это лучше, это легче. Еще лучше под него фольгу. И вот у меня ничего смешного нет. Фольга – это действительно фиктивное и старинное средство. Именно поэтому и высмеивают те, кто специально, так сказать, заинтересованы, кто это все организует, вот, поздравлю, они высмеивают все эти шапочки из фольги. На самом деле фольга – это действительно средство эффективное и очень действенное. Она, правда, не очень удобна в том плане, что, ну, просто чисто работать с ней неудобно, поэтому есть другие, но это там есть другие источники, там, кто интересуется, может найти, чем можно. Там, там, прикрывать себя, немножко защищать. То есть все средства, которые закрывают от электромагнитного излучения, немножечко, вот, могут помогать. Мне хочется сейчас акцент даже не на этом делать. А здесь-то физическая до предела переносимости. Мне убили кошку лучом. Лучом просто кошка прыгнула на шкаф и попала под луч. Они, причем, в АВА-открытии обсуждали, это мне, там, так, цитировали, цинично, так сказать, что вот я не хотела, там, вот, она просто под луч попала, ей пережгли диафрагму. Когда я обратилась к… Дело в том, что кошку готовили к операции, но по-другому. Вопросы там, по… Вопросы, он, связанные, там, с маткой, что-то, какой-то опыт, что-то, вот, и когда я к ветеринарам пришла, они посмотрели, у них глаза вот так на лоб полезли. Как? Вот такое ухудшение за неделю? Я говорю, не за неделю, а за два часа. То есть она прыгнула, упала, с этого шкафа-то сорвалась. И у нее был такой ожог всей слизистой рта, вот, горловины, пережигал… То есть потом мне врач констатировал, ветеринар в клинике, что у нее прорвана диафрагма и жидкость там из полости брюшной пошла в легкие. Он с шприцом там откачивал жидкость. Ну, в общем, такая история. Вот, я эту кошку, конечно, до последнего момента, там, и кислородные маски, там, и уколы послаживала. Ну, то есть это давление на психих хозяина, конечно, цель такая. Вот, во-вторых, собаки, например, делали такое… И лежит собака, крупная собака, 10-килограммовая, лежит на подстилке дома, на полу, среди ночи, пол-третьего. И вдруг вскакивает, взвизгивает диким образом. Это та собака, которая вообще не подает голос от дома, в принципе. Взвизгивает и не может наступить на одну ногу. Я беру… Я, во-первых, так, призываю родных, смотрите, что происходит. Потом иду через весь город в клинику. Иду в клинику… Есть ближе к клинике, но там клиника государственная, которая просто дает справки, имеет право. То есть мне нужна была справка, что это собаки. Вот какой… Какая у них права. Ну, потому что у меня может быть что-то субъективное, у собаки не может это быть субъективное, правильно? Я знаю. Вот, я пришла в эту клинику, так там в клинике приходит человек, заходит туда к директору клиники и начинает громко, так, чтобы это слышно было, в помещении, где сидят ожидающие клиенты, обсуждать, что вот мою собаку, что сделает с моей собакой, что надо ей что-то такое сколоть, что-то. То есть меня начинают запугивать, что меня здесь сделают хуже, собаки сделают. Я поняла, в общем, что делать здесь нечего, развернулась, пошла обратно. Вот. И что характерно… Значит, меня зовут Ольга, я живу в Жуковском. Ну, это второй, видимо, фрагмент записи об истории психотронного террора, который я переживаю. Значит, как все происходило, причины, я все это рассказываю в первой части. Сейчас, ну, пожалуй, времени немного, я перечислю, пожалуй, вот какие требования, какие технологии проявились, поскольку я очень долго находилась вот в этом состоянии, в этом контроле, в этом давлении. Значит, что требуют операторы? Не все, что они требуют, они реально хотят, конечно, это понятно, но вот просто какие у них направления, в какой стороны мысли работают, где эти технологии применяются. Требуют отдать квартиру, садовый участок, сказать родным, что это я там хочу продать деньги, а деньги потеряла. Ну, в таком плане. Какие-то постоянно заплати, заплати требуют. Имитируют, что они на меня якобы какой-то компромат собрали, и уголовное дело на меня там было готово, и если я не расплачусь, и не буду потом, как это предполагается, регулярно не буду расплачивать, что они вот будут так этим давить. Вот потом просто они поняли, что это перед мужем там пытались как-то, да, ну, это не сработало ничего, поэтому они перешли на чисто физическое давление, и вот требуют деньги уже просто за отключение. Видимо, какие-то все-таки устройства в квартиру, может быть, и ставились. Скорее всего, это связано с проводкой в квартире, потому что я проэкспериментировала отключение на пробках проводки, и усилие уменьшает воздействие, силу воздействия вот этого садиста. Я не хочу сейчас ругаться, не хорошим словами называть, сейчас объясню почему. И засекла это первый раз, когда в городе была авария, и электричество исчезло в городе, наверное. Вот резко упало с его воздействиями. Есть еще замечено, что есть общий фон воздействия, который выражается в резком обострении каких-то болезней. Ну, видимо, это у каждого, вот где есть слабое место, там оно себя и проявляет, в первую очередь. Но вот что есть фон воздействия, в дни, когда назначены какие-то протестные акции. На Жуковском было такое крупное движение борьбы против вырубки леса. И в те дни, когда назначались, ну, там по-разному они назывались, там митинги, пикеты, просто прогулки, да, коллективные. Вот в эти дни врубалось, видимо, какое-то фоновое воздействие, такое, что люди, которые совершенно не причастны к этому общественному движению, я даже там активно не принимала участия, так, по справке, вот эти люди вдруг начинали чувствовать резкую зубную боль, которая на следующий день просто, то есть люди записывали сковородный прием к врачу, непереносимая боль. А на следующий день все проходило. У всех болели головы, у всех болели какие-то там желудки, вот именно в этот день. На следующий день все нормально. И это неоднократно. Поскольку я уже заинтересовалась этой темой, ну, сам я человек, можно сказать, во всяком случае, воспитывалась как человек науки. Я закончила физико-митопатическую школу-интернат при МГУ, имя Кумагорова, в свое время, и МИХМАТ МГУ. Была распределена дневной аспирантурой, ну, вот, получилось, так сказать, не решилась ребенка оставить без внимания, поэтому не пошла в нее, а потом поступала в аспирантуру заочную, в ней, ну, в общем, всегда была наследна, скажем так, на исследование. И в своей практике инженер-программисты, который обошелся, скажем так, до должности начальника сектора, не ВБК, я в основном занималась именно тестированием, ну, считалась самым, можно сказать, большим специалистом по вопросам тестирования. То есть это даже в аппаратуру, которую не я разрабатывала, меня приглашали взять тесты и вообще проводить тестирование, потому что у меня хорошо поставлена такая логика исследования, видимо. И вот здесь я тоже к этой проблеме, с этой стороны подошла. И вот заметила, что, значит, связано, стал отмечать, да, кстати, университет я закончила по кафедре статистики и случайных процессов. И вот статистически, да, подтверждается гипотеза, кто понимает, о чем я говорю, о том, где есть корреляция. Корреляция достаточная для установления факта правдоподобия гипотезы о связи между назначенными днями массовых преступлений протестных и усилением воздействия физической лаборатории. Теперь конкретно, что происходит в Жуковском. В Жуковском, насколько я поняла, для того, чтобы давить на жертву, организовывать какую-то психологическую такую атмосферу заданности, используют молодежь, очень сильно используют молодежь. Поскольку мне довелось несколько лет работать в школе, в совместительстве, и я с этими кругами, ну, не считая своих детей, конечно, друзья, вот я с этими молодежными кругами мне счастье общаться, мне счастье в компании, что я считаю, что это необходимо для того, чтобы чувствовать время просто, какие-то веяния, время, ситуацию, как-то поменяющуюся. Моцвет, наоборот, смотрят, когда они общаются, как они видят это все, усчитываются. Я заметила, конечно, что их и сильно используют. Причем использование доходило до такой степени. Я выхожу гулять с собакой, сзади, это около полуночи, никого на улице нет, вообще никого. Вдруг из какого-то, из какого-то дома отделяются там, или какой-то компанией сидящей, отделяются там пару мальчишек каких-то, ну, возрастом, около семнадцати. Вот, идут за мной и в спину, мне говорят какие-то, ну, просто какие-то скабрезности, грязности, какую-то пакость, которая конкретно привязана, именно вот с моими фактами моей жизни, моими биографиями связываются. Вот, доходят до магазина и останавливаются, и им охранник магазина, спар на Баженова, выносит по банке пива. Вот, то есть, это не одно, не один случай, это регулярно, постоянно. Молодежь использует, использует, представляем, в виде игры, в виде какой-то возможности, что ли, самоутвердиться, по мультипулировать людьми. Надо понимать этой молодежи, этим людям. Некоторым представляют, что это борьба с нарушителями, с какими-то, там, больными людьми психически. Вот, на самом деле, в условиях нашей коррекционной обстановки, в число этих нарушителей и больных попадают, как правило, люди, наоборот, наиболее адекватные, наиболее самостоятельные, с своей точки зрения, и с наиболее ярко выраженной гражданской позицией. И вот это молодежно понимать, ребят, вас дурят, вас разводят, вас дешево покупают, используют как биомассу. И, поверьте мне, вы первые пострадавшие, не мы, вы. Потому что мы остаемся людьми. А вам отшибают, вам перечеркивают возможность даже стать людьми уже, если вы ввязываетесь в это в садизме. Есть такие вещи, которые невосполнимы и невоспановимы. И время задуматься. Что это ваше будущее, это будущее ваших детей, что вы им готовите. Электронный концлагерь, скажем, рабовладение биомассой в их лице, или человеческое существование, человеческий прогресс. Мне уже терять нечего. Все, что я смогла в жизни сделала. Я вырастила троих блестящих детей, я не боюсь об этом говорить. Кто знает, тот понимает. Все, что могла, я сделала. Даже больше, чем могла. Может быть, еще сколько могла. Ну, профессионально тоже, я считаю, я себя реализовала, как могла. Мне сейчас неинтересно. У меня нет этого страха. Почему я сейчас могу это говорить? Почему я вообще выжила? Потому что у меня нет этого животного страха. Я не боюсь. Даже меня. Я несколько раз для себя эту проблему решала. У меня были ситуации, когда я решалась. И была готова отдать жизнь просто для того, чтобы выжил другой человек. И поэтому, может быть, до конца, вот, глубже понимала, что происходит. Вас могут запугивать. Могут, наоборот, пряником, какой-то подработкой заманивать. Особенно я хочу обратиться к так называемым аниматорам, которые в основное рабочее время работают в детских клубах и проводят детские праздники в виде клоунов. А подрабатывают, как в стампе, травя и доводя до самоубийства людей. Людей, которым заказали вот такие вот, скажем, коррумпированные бандиты, выгораживая своих пьяных, кривороких учителей, например, как в моем случае. Ну, я думаю, пока хватит. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Как вы видите, что такое гангсталтинг вообще? Гангсталтинг. Это подсознательное участие людей. Да. Вопрос интересный. Да-да-да. То есть, ну, я боюсь, что просто не увожусь по времени. Вот я проводила тоже эксперимент. То есть, когда я поняла, что вот слишком много людей вокруг меня, вот меня обсуждают за спиной, вот я пытаюсь для того, кто вот попадет в эту ситуацию, поясню. Вот все вокруг вас обсуждают. Все вокруг над вами смеются, вам в спину и так далее. Вот это ситуация гангсталтинга. Иногда люди, которые вас обсуждают, они даже не понимают, что они говорят. В моем случае были ситуации, у нас есть, вот кто знает в Жуковском, это через мостик на Спартак, есть бывший, как он называется, парники вот эти, Жуковские. Там стоит какой-то, сейчас поставили какие-то домики, там живут типа лагеря для вот этих гастарбайтеров приезжих. И вот я иду с собакой гуляю, идут люди, которые по-русски в принципе не говорят, они не понимают. Они называют мое имя, они называют какие-то слова, которые привязывают, вот именно эксклюзивных, вот которые мне втолковывают вот эти, вот вбивают вот эти товарищи. Да, это выглядит, если начинаешь описывать кому-то родным и близким, это выглядит как, ну действительно, что человек в бане преследования. Причем при попытке включить какое-то записывающее устройство, они, естественно, замолкают. Ну то есть этих людей используют. Используют просто их, ими манипулируют очень часто. То есть они не осознаны в этом? Не все, есть сознательные, есть сознательные. Есть, я тоже встречала, даже в лицо знаю, есть те, которые на этом подрабатывают, есть те, которые запуганно их заставляют. Видно по их лицам, по отекшим, по классам глазам, что их мучают по ночам, и поэтому днем они вот этим занимаются. Вот по таким давлениям. Очень часто это... Субтитры создавал DimaTorzok